сегодня поговорим про распределенный консенсус про но на самом деле про один конкретный алгоритм который называется raft который относительно свежий четырнадцатого года и который делался с целью быть понятным вот отличает всего того что было до этого так ну допустим постановки задачи мы хотим мы хотим реализовать некую ну хэш таблицу например ну в общем случае там всех этих статьях написано простоит машину конкретнее было пусть нас будет к это хэш таблица к этому хотим уметь соответственно сохранять пара ключ значения читать хотим чтобы чтение записи были линеаризуемые и хотим чтобы это наш хэш таблица она переживала выход из строя соответственно там у нас есть сколько серверов она переживала выход из строя какого-то их количество больше нуля вот соответственно должна быть реплицирована вот и соответственно все эти реплики в момент времени они должны в общем данные в них конфликтовать не должны и как соответственно задача решается ну во первых чего мы хотим мы понятное дело что если какие-то наступают проблемы типа с сетевой связанностью или там много машин умирает допустимо допустимо если у нас система будет времени недоступно ну естественно если там одна машина умерла или меньшинство недопустимо но если там больше временно недоступно допустимо чтобы система была недоступна но недопустимо чтобы она пришла какое-то неконсидентное состояние, когда там данные в репликах конфликтуют. И, допустим, ну, будем говорить, наверное, про пять реплик, так, наверное, наиболее наглядно. Три реплики там совсем получается неинтересно, что одна выходит из строя, остается две, и дальше там все, короче, не очень интересно. Вот, Raft, по сути, описывает отдельно то, каким образом у нас происходит чтение записи, то есть в Raft из этих набора реплик выбирается один лидер, все записи проходят через него. На самом деле все чтения тоже, если мы хотим, чтобы чтение отдавали свежие данные. И вот, соответственно, дальше вот этого лидера нужно выбрать. Недельный Raft описывает, как его выбирать. И, собственно, механизм репликации записей тоже там написан. Ну, нарисуем эти... На самом деле, опять же, есть миллион разных объяснений того, как это работает. Есть каноничный сайт, собственно, самого Raft, там есть и визуализация, там есть ссылка на статью. Ну, тут я, по сути, как бы ничего, естественно, изобретать не буду, просто какое-то там своими словами объяснение дам. Потом почитайте там оригинальное, посмотрите визуализацию. Вот. Наверное, два объяснения может быть лучше, чем одно. Короче, есть у нас пять нод. Есть какой-то клиент. Вот. И на нодах у нас хранится некая хэш-таблица. Опять же, для объяснения будем говорить пока что только про один ключ. Так как у нас все ключи более или менее независимы, будем говорить про один какой-нибудь ключ. Какой-нибудь ключ X. Вот. Соответственно, сначала... Сначала пока что будем считать, что у нас какой-то лидер есть. Допустим, вот этот узел у нас это лидер в данный момент времени. Он, естественно, может меняться. В рафте все, скажем так, время поделено на так называемые terms. Ну, типа, терм, там, срок. И в одном этом терме может быть только один лидер. Ну, это такие, как бы, логические часы. Вот. То есть, опять же, у нас наш алгоритм не должен... Как бы его корректность не должна зависеть от часов, ну, обычных часов. Волк-лок. Потому что они, соответственно, могут расходиться. То есть, понятное дело, что он будет использовать обычные часы для всяких там таймаутов. Вот. Но корректность не должна на них опираться. Соответственно, вот этот клиент говорит, типа, например, x равно 3. Здесь каждый узел, как... Ну, много раз мы почти обо всем когда говорили, везде получалось так, что все хранилищ пишут какой-то write-ahead-log. Вот. Ну, тут тоже на каждом узле есть лог. Вот. И изначально мы... Ну, raft обеспечивает репликацию этого лога в... Ну, там, по сути, в одном и том же порядке. В лог пишутся вот эти вот команды, которые отправляют клиент. raft обеспечивает репликацию этого лога, всех записей в нем в одном и том же порядке на все узлы. То есть если... То есть задача, которую он в том числе решает, это чтобы вот лог команд от клиента. Если какая-то команда... Ну, до какой-то команды мы дошли, то все команды до нее, соответственно, в логе были и на всех узлах они совпадали. Вот. Короче, здесь мы пишем этот x равно 3, добавляем в лог. Тут какой-то, я не знаю, как его нарисовать. То есть вот так вот. x равно 3. А тут, соответственно, state текущий. Пока тут... Ну, допустим, начальное значение 0, например. Вот. Потом, соответственно, вот эта запись... Да, здесь... Как мы этих там пронумеруем? Это узел 1, это 2, это 3, это 4, это 5. Тут у этих товарищей тоже есть какой-то state. Тут тоже есть... И у этого есть state. У всех у них есть логи. А, пока здесь ничего нету тоже. Пока здесь ничего нет. Ничего нет. Вот. Дальше, когда пришла запись, лидер в свой лог ее записал. После этого он рассылает, соответственно, запись на все узлы. Вот. Ну, как, опять же, не записи, а команду. Вот эту. Переравнять x к 3. И, ну... Вот. Ну и, допустим, ему ответило большинство узлов. То есть, большинство, соответственно, это он сам плюс 2 каких-то еще. Например, предположим, вот этот выполнил команду. Вот этот выполнил команду. Ну, не выполнил, в смысле, при команду записал свой лог. Вот. Допустим, эти ответили. Он на оставшиеся два узла все равно пытается допинать эту команду. Вот. Но в тот момент, когда ему ответило большинство, вот эта команда становится committed. Он отвечает, соответственно, клиенту, что все хорошо. И меняет свое... меняет у себя в памяти... Ну, не в памяти, вернее, не в памяти, а как бы меняет свое состояние. В целом x равно 3. Вот. Соответственно, потом... Ну, поток вот этих команд... Ну, естественно, всегда не одна команда. Их там много разных клиентов. Да, если что, если клиент пришел не к лидеру, то узел, который не является лидером, он просто клиенту ответит ошибкой и скажет, с точки зрения этого узла, кто сейчас лидер на самом деле. Вот. И клиент пойдет к лидеру. Поэтому здесь все просто. Вот. Записи вот эти, на самом деле, все эти команды нужно как-то упорядочить, чтобы там понять, какая была последняя. Так вот. И как я говорил, что есть некоторые логические часы, которые называются term. и там, когда у нас один лидер в системе, когда он не меняется, у нас term это какая-то константа, он тоже не меняется. Вот. И все записи, все записи в нашем логе, все команды, они пронумерованы как бы такой парой. терм и там какой-то, ну там, лог-индекс какой-то, короче, номер записи в логе, по сути. Вот. И сравниваются они друг с другом по вот этому номеру. Соответственно, там старший разряд, можно сказать, это младший. То есть, если есть две записи, у одной терм больше, чем у другой, и той, у которой он больше, она точно более свежая. Если терм один и тот же, то более свежая та, у которой лог-индекс больше. Ну и, соответственно, если здесь у нас, предположим, терм равен единичке, то, соответственно, ну и там есть лог, он как-то пронумерован, там 0, 1, 2, 3, там, соответственно, там 1, 0, запись. Вот. В целом, во всем протоколе есть, по сути, в базовом варианте только два варианта вот этих сообщений, которые ходят между узлами. Один тип сообщений, он про, соответственно, репликацию вот этого лога. Ну и сообщения, по сути, про репликацию лога, да, сейчас потом чуть подробнее расскажу. Второй тип сообщений используется при голосовании, при перевыборах лидера. Давайте, ладно, про... Ну, короче, на самом деле, вот есть два вида вот этих сообщений. append entries, ну, как оригинально они в статье называются. В них передается... В них передается, во-первых, сам кусок лога. Там передается текущий терм. Следний известный терм. И передается commit index. Это, по сути, номер сообщения. Ну и номер последнего сообщения, до которого мы знаем, что у нас лог закомичен, то есть большинством нод одобрен. Соответственно, мы с каждым сообщением гоняем, ну, сами команды из лога, чтобы их отреплицировать, новые, от лидерок, фолловеров. Ну, у фолловеров роль полностью пассивная, они никакие запросы, как правило, ну, они никакие запросы не инициируют. А commit index? Commit index, это мы, ну, у нас тут идут какие-то команды, потом там клиент будет отправить, не знаю, x равно 5, x равно 7, x равно 5, там, x равно 7, тут 1, 1, 1, 2. Допустим, x равно 3 у нас большинство узлов подтвердило. x равно 5 тоже большинство, x равно 7 еще пока что не большинство, мы там на один узел, например, отправили, только он подтвердил. И здесь commit index будет смотреть вот на вот эту запись, потому что ее подтвердило большинство. То есть мы к состоянию лидера применяем вот команду, вот состояние вот этой хрень, применяем команду, когда ее удалось отреплицировать на логе большинства реплик. Соответственно, commit index, да, это номер записи, до которой мы, до которой, короче, все записи в логе подтверждены большинством. Ну, на фолловеры его нужно передавать, потому что у них тоже есть свой стейт, они тоже его должны обновлять в какой-то момент. Вот они его обновляют, по сути, по вот этому commit index. То есть если они видят, что commit index равен, по сути, вот этой фигне, то все, что до этого есть в логе, оно все закомичено. Все эти команды можно к своему состоянию применить. Вот. Ну, опять же, здесь для простоты я только вот, ну, я изначально говорил, что у нас там есть какая-то хеш-таблица. Для простоты мы говорим только про один ключ. Вот. Ну, ключей может быть там много разных, соответственно, поэтому ты не знаешь, что нужно только последнюю команду применить. Все команды до вот этого commit index нужно в правильном порядке применить. Они применяются в том же самом порядке, в котором идут влоги. Вот. Соответственно, пока есть один лидер, ну, все довольно просто. И на самом деле даже, ну, то есть порядок, по сути, определяется только вот этой штукой, которая инкрименится каждый раз на каждое сообщение от клиента на лидере. Вот. Никаких сложностей нет. Вот. Вот. Теперь вопрос, что происходит, если вот этот лидер умирает. То есть самый, ну, становится недоступен для большинства кластера. Вот. Самый такой, как бы, интересный момент. Есть в протоколе еще одно сообщение. Еще один тип запроса. Request vote. Вот. И вообще есть три типа, на самом деле, три состояния у узлов. То есть основные в обычном, ну, почти всегда, есть только два типа. Лидер, фолловер. Вот. А на время, когда лидер стал недоступен, связь у него пропала с какими-то узлами, часть нод, с которыми связь у лидера пропала, перейдут в состояние candidate и запускают голосование. Нет. В рафте есть такой параметр, как election timeout. election timeout, который там, ну, по сути он должен быть существенно больше, чем время, просто round trip time сетевой. Даже не round trip time, а время выполнения вот этого вот запроса на добавление записи в лог. То есть поход по сети и запись там, ну, куда-то там на диск и поход, ну, и ответ обратно. И должен быть существенно меньше, чем время между какими-то падениями отдельных узлов. Вот. Ну, это может быть там, не знаю, какое-нибудь число, типа там 200 миллисекунд, 300 миллисекунд. Вот. Вот. На старте, когда все ноды стартуют, они все стартуют в состоянии фолловера и запускают вот этот некий таймер обычный, вот просто обычные часы. Ну, и там вот это время течет. Вот. И когда доходит, ну, когда проходит время, равное вот этому election timeout, тогда узлы, если они за это время не получили никакого сообщения от лидера, если никто не стал лидером, они не получили сообщения, они становятся кандидатами и запускают голосование. Чтобы запустить голосование, они, во-первых, сначала увеличивают текущий известный им терм на единичку, голосуют сами за себя и рассылают вот этот вот requestVote по, ну, запрос requestVote по другим узлам. Ну, я сейчас, чтобы не наврать, на всякий случай гляну, какие там параметры предполагаются. Вот, на самом деле там передается текущий терм, а потом передается candidate ID. Ну, это, по сути, ID узла. Это то, что вот, это какая-то штука, которая вот, ну, обычно в какой-то статической конфигурации задается, то есть, ну, в каком-то конфиге, который там у всех нод общий, в каждом написано, кто данное конкретное, ну, да, и вот ее какой-то идентификатор. Номер candidate ID, вот, и, по сути, вот, последний, номер последнего элемента в логе. Ну, номер тут, тут у нас двух частей, поэтому, как бы, опять, чтобы не будем от статьи отклоняться сильно. LastLogTerm, LastLogIndex. Здесь, на самом деле, еще есть превлогтерм. Это вот эта штука, то есть в логе все команды пронумерованы номером, который состоит из пары терм и логиндекс. Вот, то есть терм — это срок, в котором лидер, ну, который принял эту команду и в лог добавил, в котором он ее обработал. Вот, логиндекс — номер, порядковый номер записи в логе. Вот, вот эти две штуки, они нужны, соответственно, чтобы, ну, вот эта штука candidate ID, понятно, чтобы понять тому, кому пришел запрос request void. Request void тоже рассылается по всему кластеру. Она нужна тому, кто принял запрос, чтобы понять вообще, за кого предлагается проголосовать. Терм нужен, чтобы понять, насколько это вообще старый запрос. То есть, может быть, был какой-то узел. Ну, как вообще происходит в ситуации, когда, ну, опять же, никаких странных аномалий не происходит. Если предыдущий лидер умер, каждый из новых узлов через какое-то время, когда перестают ходить от лидера до него вот эти вот сообщения про репликацию лога, запускает вот этот таймер, истекает election timeout, каждый из других узлов становится кандидатом, увеличивает терм у себя, ну, как бы известный ему терм на единичку, голосует за себя и рассылает всем остальным предложения проголосовать за себя. Каждый другой узел, если он еще ни за кого не проголосовал, то он голосует, соответственно, за того, кто ему сейчас предложил проголосовать. То есть, каждый узел, он голосует за первого, кто ему предложил за себя проголосовать. Вот, естественно, в такой формулировке, как я сказал, постоянно узлы будут синхронно запускать голосование все. Вот, и постоянно, так как они первым шагом голосуют за себя, то так и все время, короче, каждый проголосовал за себя, ничего не решили. Поэтому вот этот таймаут, election timeout, это на самом деле обычно не константа, а какой-то диапазон, и из него каждый раз, каждый узел выбирает значение рандомно, то есть запускает голосование узлы в рандомные моменты в каком-то диапазоне. Вот, это нужно как раз для того, чтобы не было такого, что все одновременно начали голосование. Вот. Потому что они на первом шаге голосуют за себя. Если они проголосовали за себя, больше ни за кого они не могут проголосовать по этому протоколу. Ну, соответственно, если они не запустили голосование одновременно, а кто-то один раньше запустил и попросил всех остальных проголосовать, то все доступные нады, если ему все узлы доступны с этого узла, они ему ответят, как бы окей, мы за тебя проголосовали, и как только какой-то из кандидатов получит большинство голосов от кластера, то есть свой плюс, там еще минимум половина от оставшихся, он начинает себя считать лидером и начинает, соответственно, рассылать вот эти пент-энтрис запросы. Вот. Но может быть ситуация, когда у нас какой-то узел, он долгое время был недоступен для других узлов, то есть сам процесс там жил, сам сервер жил, но по сети он был отрезан. Там мир ушел вперед, там эти термы нащелкались вперед, а потом он, связанность с ним восстановилась, он начал рассылать запросы на голосование. Нужно как-то понять, что он старый, и за него голосовать не нужно. Ну, вот это определяется, по сути, по терму, который он передает. Вот, если этот терм, который он знает, существенно, ну, если он меньше, чем последний известный терм, последний терм, который известен узлу, к которому пришел этот request-вод запрос, то, соответственно, запрос на голосование отвергается. Вот. Ну, и там в ответе можно отправить какие-то метаданные, типа рассказать тому узлу, кто сейчас на самом деле лидер, какой сейчас на самом деле терм и так далее. Вот. Соответственно, за кого голосуем, мы хотим, чтобы понять, что этот товарищ, который предложил голосование, что у него вообще, ну, он не застрял где-то в прошлом. Вот эти вот две штуки, они нужны, они нужны за тем, чтобы понять, что если он станет лидером, он не потеряет никакие закомиченные влог записи. Когда какой-то узел становится лидером, он, по сути, у него есть... Когда какой-то узел становится лидером, вот у него есть какой-то лог, там каких-то команд, там x равно 3, x равно 5, там x равно 7, вот, и, допустим, вот это вот последнее закомиченное. И этот узел рассылает в самом начале, когда становится лидером, если он стал лидером, он рассылает пустой append-entries с пустым логом и... На самом деле же нет, не с пустым логом. Он рассылает append-entries для своего лога и, по сути, пытается закоммитить лог вот досюда. При этом может быть такое, что, допустим, у какого-то другого узла были более свежие записи, до него долетели... Ну, долетели какие-то записи, которых узла, выбранного лидером, еще нет. Ну, потому что, если, например, предыдущий лидер получил какую-то команду, записал ее в лог, отреплицировал на один из узлов, а дальше умер, ну, соответственно, эта запись не закомичена. И там узел один не из большинства, остальные три могут между собой выбрать лидера. Ну вот, у них соответствующей записи не будет. Вот. Может быть, какая-то ситуация... Ну, тут я буду сейчас писать не команды, а вот эти, как бы, по сути, номера. Допустим, был терм-1, запись 0, терм-1, запись 1, 1, 2, 1, 3, а здесь, соответственно, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Может быть, вполне такая ситуация, что... Вот. А дальше, соответственно, здесь наступил, с точки зрения вот этого узла, и большинства в кластере, наступил здесь терм-2. Можно спросить, пока далеко не ушли, а что происходит? Никто не набрал больше половины. Если никто не набрал больше половины, это возможная ситуация, то вот, когда начинается голосование, снова, на самом деле, запускается таймер на election timeout, когда он стекает, узел голосования запускает заново, щелкает термом, плюс-1, еще раз, и запускает голосование заново. И, по сути, вот эти голосования, они будут попытаться запуститься через рандомный интервал времени на каждом узле до тех пор, пока не будет избран лидер. Это очень надежно, потому что, ну, то, что проголосуют меньше половины, это не такое невероятное событие, что можно было просто его ретрайдить. Ну, это зависит от того, насколько у нас большой вот этот диапазон, ну, из которого мы рандомно выбираем election timeout следующий. И если там диапазон достаточно широк, чтобы там по сравнению с ним время, за которое у нас вот здесь запросы вот эти ходят, выполняется, чтобы оно было маленьким, ну, там, если, не знаю, у нас, например, election timeout выбирается от 200 до 400 миллисекунд, а запрос выполняется за 20 миллисекунд, как правило. Ну, тогда, типа, утверждается, что процесс довольно быстро сходится. То есть я сам никакие симуляции не гонял, вот. Но и авторы в статье утверждают, что процесс сходится, и реальные системы, ну, то есть есть огромное количество реализаций рафта, вот, утверждается, что там все сходится. Можно, можно на самом деле какие-то придумывать дополнительные улучшения здесь, вот, просто, опять же... Ну, можно какие-то дополнительные, именно в конкретных реализациях практических придумывать, ну, да, ну, какие-то улучшения, например, если действительно, чтобы у нас процесс с большей вероятностью сходился на следующем каждом шаге, ну, действительно, увеличивать вот этот диапазон, из которого мы рандомное значение выбираем. Вот. Но утверждается, что даже вот в исходном, в исходном, в исходной формулировке, ну, достаточно, типа, за вменяемое время сходится. Короче, здесь наступил терм 2, и, допустим, здесь появилась какая-то запись 2, там, кстати, знаете, опять же, чтобы не отходить, то есть можно ее пронумеровать как 2,0. Можно пронумеровать как 2,0. Можно пронумеровать как 2,3. Ну, давайте, да, пронумеруем ее лучше, пронумеруем ее, чтобы не расходиться со статьей вот так. Вот. Ну, соответственно, у нас здесь есть 2 конфликтующие записи, вот, но по факту в, там, сам, лидер, когда он, этому фолловеру отправит append entries очередной, он отправит вот эту штуку, он сошлется через превлог терм, превлог индекс, вот на вот эту запись, вот, и вот этот фолловер, он просто вот эту свою запись перетрет, ставит сюда, ну, запись от лидера. То есть, по сути, при синхронизации, при получении append entries, то есть, при такой синхронизации логов с лидером, фолловер стирает все, ну, по сути, находится запись последняя, которая с логом лидер матчится, и все, что после нее, оно из лога фолловера выбрасывается. Поэтому, при выборе лидера важно, чтобы лидером выбиралось, выбирался узел, который знает гарантированно про лог до последней закомиченной записи. Вот. Если мы будем передавать в каждом сообщении request vote по сути, номер последней записи в логе, то если, то, ну, то, как бы, можно показать, что, по сути, ну, не может быть такого, что лидером будет выбран узел, который не знает про последнюю закомиченную. Потому что, если запись была закомичена, значит, про нее знает большинство узлов кластера, и, значит, если какой-то узел, у которого этой записи в логе еще нету, запросит голосование, он, опять же, при голосовании не сможет собрать большинство. Потому что кто-то из, ну, два большинства обязательно пересекутся, и, соответственно, кто-то из узлов, которые ему нужны, чтобы собрать этот кворум, отвергнет его запрос на голосование, потому что увидит, что у него, ну, что, вот, принимающий request vote запрос, что у него вот лог более свежий, чем у запрашивающего request vote. Вот. В ситуации, когда у нас в кластере в кластер приходят новые записи, постоянно что-то добавляется, если запустить голосование, ну, тот, кто его запускает, у него постоянно что-то будет устаревать. Вот. Но, как бы, это такая ситуация, как бы, ненормальная. в основном решается проблема, и как обычно происходит, когда лидер умер, если лидер умер, то все, новые записи в логи не добавляются, и там ситуация такая, более-менее устаканившаяся, у всех узлов логи, они на каком-то, ну, они вот зафиксированы, у кого-то более свежие, у кого-то менее свежие, ну, и узлы запустят голосование, те, у кого менее свежие логи, не смогут его выиграть, у кого более свежие, кто-то из них выиграет голосование. То есть мы понимаем, что по смерти лидера у нас на ходе времени система становится недоступна? Да, да, у нас на время смерти лидера, а какое-то время система становится недоступна. Вот. Ну, и тут, да, на самом деле все запросы в этой системе, все запросы вот в этой системе, они идемпатентны, поэтому, если, вот, допустим, клиент ходит с каким-то тайм-аутом, ну, и, по сути, там, не election timeout, ну, другой тайм-аут какой-то на запрос. Тайм-аут там истек, клиент просто повторяет запрос. В какой узел? Ну, он, на самом деле, может, как только он получил какой-то успешный ответ, продолжать работать с узлом, который ему успешно ответил, что он будет лидером, ну, значит, значит, что этот узел сейчас лидер. Как только получил либо неуспешный ответ, потому что узел сменил стейт на фолловер, либо если клиент, ну, просто сам запрос про тайм-аутился, то клиент может просто выбрать снова рандомный узел из всех, которые ему известны. То есть клиент должен откуда-то знать, ну, хотя бы сколько-то узлов вот этой системы, их там, как, ну, куда к ним идти, там, хосты, порты, соответственно. Вот. Чего еще, чего еще надо сказать? Да, соответственно, вот, еще что я не сказал. Я сказал, что узел начинает голосование, если ему долго не приходило пент-энтрис запрос от лидера. Если у нас, ну, опять же, в такой формулировке получается, что если у нас запросы в систему не идут, узлы постоянно будут начинать голосование. Поэтому вот эти вот запросы, они, неважно, есть трафик или нет от клиента, они все равно всегда ходят не реже, чем за какой-то временной интервал, который существенно меньше, чем election timeout. То есть, если новых команд в логе нету, то лидер просто с пустым лог отправляет вот эти вот запросы туда-сюда. Ну, такие пинги, по сути, ходят, туда-сюда от лидера к фолловерам и обратно. Ну, и обратно ответы. Вот. Да, по поводу, по поводу вот этой репликации лога через аппент-энтрис. Нам нужно гарантировать, что если мы закоммитили какую-то запись, значит, у всех, у большинства фолловеров она есть и есть все, и все записи, которые до нее были, что они там тоже есть. Поэтому при приеме, вот этот вот, при приеме аппент-энтрис, вот тут, то есть, данные про предыдущую запись в логе, они на самом деле нужны, чтобы фолловер проверил, а есть ли у него вот эта предыдущая запись. И если ее нет, он отдает какую-то ошибку, и в, опять же, такой формулировке базовой, наиболее простой, лидер просто в следующий раз должен отправить фолловеру лог не с той записи, которую я сейчас отправил, а на шаг назад отойти и предыдущую еще захватить. Вот. Ну, тут, если фолловер какой-то сильно отставший, может быть много таких раунд-трипов, что там фолловер отстал там на, не знаю, там 20 записей, и лидер будет ему сначала там отдавать, типа там, лидер ему к нему там 20 раз ходит, пока не дощелкает до, там, соответственно, той записи, которая у фолловера есть, поэтому на самом деле фолловер может рассказать, какая у него последняя есть в логе запись, чтобы там сократить, количество вот этих вот походов и получения ошибки лидерам. Вот. Соответственно, картина такая. Опять же, ну, статья про Рафт, она объясняется довольно детально, с примерами. Стоит, наверное, посмотреть, если, как бы, если, понятное дело, если будете реализовывать, ну, или просто, если интересно. Да. Чего еще здесь в этой картине нету? В этой картине нету, например, ситуации, когда у нас фолловер умер там совсем надолго. То есть, сейчас мы говорим, что мы какой-то пишем лог бесконечно, но так мы делать не можем, мы там съедим все место на диске. Как мы уже говорили, когда обсуждали хранилище на одном узле, да, они все строятся поверх лога, как правило, но периодически этот лог компактится, перезаписывается в виде каких-то более компактных структур данных, и там ненужные команды из лога, они удаляются. Если здесь, как мы говорим, ну, если в этом примере у нас только вот один ключ нарисован, ну, по факту, когда мы получили x равно 7 из-за комиссии, предыдущие два, там, x равно 3, x равно 5, они не нужны, их можно было бы удалить из лога. Вот. Поэтому на каждом узле, на самом деле, обычно какая-нибудь, например, там, LSM-база, по факту, работает, которая логи вот до последнего закомиченного номера имеет право перезаписать, скомпактить, записать в виде, там, вот этих SS-таблов. Ну, вот. И может быть такая ситуация, что этот фойловер сильно отстал, или просто вот у нас хост-сервер там полностью умер под каким-то узлом, мы вводим его там чистенького, у него ничего нету. Вот. Ему нужно как-то, короче, с ним, нужно лидировать, с ним как-то синхронизировать лог. Тогда, естественно, мы можем, ну, вот этот протокол как-то нужно в практической системе немножко модифицировать, то есть добавить возможность гонять целиком вот эти вот, ну, скажем так, снапшоты лога, то есть SS-табл целиком, либо их там куски. Вот. И можно если мы узел целиком меняем, можно его ввести в систему сначала в виде такого неголосующей такой реплики, то есть, которая только получает, ну, которая только синхронизирует лог команд, ну, опять же, лог логический, там, физический, это могут быть, там, для старых записей там, не знаю, SS-таблы, для новых реально лог. вот, и когда он догонит лог, он может стать, ну, этот узел может стать голосующим. Другой момент еще, может, нам может захотеться поменять состав машин в кластере, и, да, и так просто докинуть машины мы не можем. То есть, например, если у нас было, предположим, если у нас было три реплики, мы хотим сделать пять реплик. На самом деле, кстати, ситуация вполне жизненная, когда, там, не знаю, поверх одной и той же системы хранятся, например, какие-то пользовательские данные, и для них мы можем себе позволить определенную избыточность, и, допустим, метаданные самой системы, без которых она не может функционировать, вот, и нам в какой-то момент, например, мы считаем, что, ну, у нас кластер дорос до таких масштабов, в общем, риск, ну, и столько времени уже живет, что риск выхода из строя какой-то случайно взятый, случайно взятого набора реплик, он, там, достаточно высок. Мы можем захотеть, допустим, увеличить количество реплик в, ну, под важными данными. Вот, короче, например, было у нас три реплики, захотели бы сделать пять. Вот. Допустим, нарисуем. Нарисуем их. Не, так не будем рисовать. Вот. Типа, номера, записи, влоги растут на пяти репликах. Изначально в кластере, допустим, были вот эти, а вот этих двух не было. И, в такой концепции, если, допустим, какой-то узел реально выпадает на долгу, потом оживают, как в основе, данные восстановятся? Во, я и говорю, что другие узлы уже скомпактят свои логи, и нужно в этом протоколе, либо отдельный запрос делать, либо в формате вот этого запроса, пендент рис, добавить возможность передавать снапшоты, и можно этот узел ввести в виде неголосующего сначала, чтобы он пока не догонит лог, он не голосовал, просто вот как бы синхронизировался, выкачивал с лидера целиком вот эти снапшоты, там, того, что накопилось, там, и со стейбла, и с этой LSM-база. И на тот вопрос, даже без компакшна не очень понятно, как это будет происходить. Даже без компакшна? Без компакшна будет происходить так, лидер в этот узел отправит, аппендент рис с последними записями влоги, и фолловер посмотрит на вот этот превлог терм, превлог индекс, увидит, что у него такой записи нет. Скажет лидеру, этой записи у меня нет, а последняя известная мне запись это нул. И лидер придет к нему в следующий раз, с аппендент рис, и весь лог в него жахнет. Вот. Ну, понятно, что в практической системе, если будет и компакшн, и, ну, как бы лидер, ну, нужно будет какой-то код, который позволит, ну, вот, особенно образом эту ситуацию обработать, и, как бы, может быть, там, другим видом, другим запросом, там, вот, большими кусками, вот эти, вот эти sstable передать. Вот. Если там lsm, опять же, что часто бывает. Вот. А так, именно в таком описании, более теоретическом, фолловер по вот этому превлог терм, превлог индекс, он скажет, ну, поймет, что у него, вот этот лог, он слишком свеж, что у него там дырка образовалась. Он об этом скажет лидеру, скажет, какая последняя известная запись. Вот. Короче, мы вводим вот эти два узла, и, допустим, здесь был какой-то лидер, вот, например, вот в этом, в этом куске, в этом кластере, большинство, конфигурация, вот это обновление конфигурации, оно не может от Amar надо всех узлов доехать. Но, понятное дело, что у них по очереди доезжает. Поэтому, может быть, момент времени, когда, вот, был выбран лидер среди вот этих трех старых узлов, был выбран вот этим большинством, например, из двух узлов, вот, и лидер, лидером был, был вот этот узел, типа, вот это был лидер. А потом, вот этот узел узнал про то, что в кластере появилось два дополнительных узла, ну и, соответственно, два вошедших, они уже новую конфигурацию знают. Вот, они могут тут вот выбрать нового лидера между собой, это своим большинством, вот, и будет, как бы, два лидера. Ну, это плохо, ломает весь протокол, поэтому, вот, по-простому добавить в кластер несколько узлов не получится, вот, нужны какие-то дополнительные ухищрения, дополнительные ухищрения могут быть настолько простыми, как вообще временно погасить кластер, ну, то есть не погасить, на самом деле, не физически там погасить сервера или там процессы на них, а, например, да даже, а можно, вообще, может быть, даже погасить процессы, на самом деле, обновить конфигурацию, снова их запустить, все это смотря, какой даунтайм для вас приемлем, потому что, в принципе, если там какой-нибудь секундный или там несколький секундный даунтайм приемлем на редкие ситуации, когда вдруг нужно количество реплик увеличить, ну, то норма, пожалуйста, с шатдауном всех реплик можно это сделать. то есть, на самом деле, вот реально в жизни есть куча событий, которые вызовут там даунтайм на несколько секунд, которые и так будут по жизни вызывать даунтайм на несколько секунд и там в редких ситуациях, когда нужно количество реплик увеличить, это, в принципе, не страшно. Но если это прям вот недопустимо по каким-то причинам или узлы системы написаны так, что они рестартуют в целую вечность, не целую вечность, но там долго, несколько секунд даже, тогда можно сделать следующим образом. Можно залить в кластер сначала не новую конфигурацию, а типа поддержать работу кластера с двумя конфигурациями, типа старая и новая. и на время, когда в кластере живут две конфигурации, чтобы все требовать, чтобы все запросы, то есть и append entries, и commit для append entries, и голосование, чтобы они все требовали большинство не от одной из конфигураций, а от обеих. То есть, допустим, если у нас было три узла, мы добавили еще два, то сделать так, чтобы новое голосование оно требовало одновременно и большинство среди старых трех, и большинство среди всех пяти. Вот. А саму новую конфигурацию можно заливать опять же через какой-то специальный запрос, который тоже проходит через этот лог, чтобы запись отреплицировалась, ну, про новую конфигурацию отреплицировалась на все узлы системы. И дальше применять конфигурацию можно, ну, нужно не в момент, когда она до большинства узлов доехала, а в тот момент, когда узел ее первый увидел. То есть, такая как бы особенная запись в логе, которая там применяется в немножко другой момент времени. Вот. Ну, тут много, на самом деле, практических нюансов со всякими такими штуками, которые, ну, как-то, перекластеризациями, когда там меняется состав узлов в кластере. Вот. А базовая идея такая, что, типа, залить две конфигурации временно на переходный период, и все операции, чтобы они требовали не из одного множества кластеров большинству, а из обоих, старого и нового. Вот. Ну, еще могут быть интересные ситуации, когда тот лидер, который у нас сейчас избран, что, когда в новой конфигурации его, допустим, нету. Вот. И он там разошлет новую конфигурацию, а потом перестанет быть лидером. Во. И еще какой момент, еще какой момент, вот этот append entries, если лидер отправляет append entries, а какой-то из фолловеров говорит ему, что сейчас терм на самом деле больше, чем известный тебе, то лидер сразу становится фолловером. Вот. Ну, и, соответственно, если какой-то какой-то узел себя странно ведет, часть других узлов, большинство других узлов не видит, и, соответственно, если он большинство других узлов не видит, он не может никакую запись закоммитить. Другие, большинство вот это, которое недоступно, выберет нового лидера, и рано или поздно, соответственно, либо этот старый лидер получит сообщение append entries с новым термом, когда связанность сетевая восстановится и перестанет быть лидером, либо он сам сходит со своим append entries в какую-то из этого большинства узлов-кластер, которые выбрали нового лидера, те ему расскажут, что терм сменился, и он тоже перестанет быть лидером. Вот, какая-то такая картина. Сейчас я, ну, визуализацию открою, ну, как бы, потом и сами можете посмотреть, потому что там общедоступная. Вот, ну, сейчас тоже запущу, чтобы это сотру, да, это сотру, ладно. запущу, покажу, чтобы в контексте посмотрели. Вот, если что, в самой статье есть на одной из первых страниц очень-очень краткое описание самого протокола, где описано, какой стейт поддерживается на всех узлах, какой только на лидерах, какой на кандидатах, вот, и вот эти два запроса, пендент и request vote, ну, такой вот, сжатый, там, прям, на одной страничке. Так, так, два раза. Так, короче, визуализация следующая, она, ну, на самом деле, не все вопросы покрывает, но, ох, матерок, по большей части рассказывает, как это все работает. Ну, сначала это введение, какую проблему решаем, типа, какой-то узел, хранит какое-то значение, вот этот самый x, вот, есть какой-то клиент, который хочет, там, обновлять значение либо читать значение. Вот. Типа, с одним узлом все просто, как бы, состояние системы в одном экземпляре. ничего сложного. Так. Соответственно, вот, описание, что узел может быть в трех состояниях, фолловер, кандидат, либо лидер. все узлы начинают кластер начинают кластер в режиме, когда все узлы в состоянии фолловер. Вот теперь рассказывается, что в какой-то момент кто-то из узлов становится кандидатом. Соответственно, я говорил про этот таймер, ну, election timeout, который выбирается рандомно из какого-то диапазона. Вот они все запускают некий таймер, у кого-то из них он раньше истекает, потому что тайм-аут рандомный. Вот и этот узел запускает голосование. Ну, вот, если кандидат какой-то получает большинство голосов, он становится лидером. Ну, и, соответственно, те узлы знают теперь, что он лидер большинства кластеров, узнают потом по append entries с возросшим термом. Вот, ну, вот этот процесс append entries, то, что сначала мы визуально, ну, как здесь изображается, что сначала мы рассылаем аппенды в лог, а потом мы, после того, как лидер узнал, что большинство в кластере получило новое сообщение в логе, добавило в свой лог, он уже применяет апдейт к своему состоянию. Вот, после того, как большинство ответило, он поменял свое состояние на пятерку. Вот, и дальше тут написано, что он отдельно антифицирует фолловеров, что эта запись была закомичена, ну, как бы, в статье предлагается просто не рассылать этот факт сразу, а просто, вот так как у нас append entries, они, во-первых, с каждой новой записью в логе будут ходить, а также, если новых запись не добавляется просто с каким-то тайм-аутом, ну, рано или поздно узлы системе узнают, до какого номера в логе у нас все закомичено. Вот. Да, вот здесь вот такая небольшая визуализация лог-репликашна, вот, лидер election, вот, вот это, собственно, визуализация лидера election, что вот есть три узла, изначально все фолловеры, изначально они все фолловеры, вот у них запущен этот таймер на election тайм-аут, ну вот здесь в этой визуализации тут такой диапазон выбран для election тайм-аут, это 150, это 300 миллисекунд, ну вот, но поэтому, так как он рандомайз, поэтому у них у всех вот он, соответственно, истекает в разные моменты времени, вот один из кандидатов, один из фолловера стал кандидатом и заинкрементировал терм на единичку, проголосовал за себя, поэтому вот каунт единичка, ну вот и рассылает эти реквесты ваут сообщения в другие узлы, вот, ну, соответственно, другие узлы получили реквест ваут сообщения до того, как за кого-либо проголосовали, то есть за кого они имели шанс проголосовать, они имели шанс проголосовать за себя, если бы у них успел истечь election timeout, они бы тоже стали кандидатами, но так как он у них истечь не успел, они проголосовали за note A, вот, и этот товарищ получил большинство, но на самом деле все голоса в кластере получил, стал лидером, вот, ну и начинает рассылать append-entries сообщения, вот, ну и здесь как бы указывается, что append-entries как раз рассылаются с каким-то интервалом, если нету нагрузки в кластере, хардбит тайм-аут, который должен быть заметно меньше, чем election timeout, чтобы постоянно не происходило перевыборов каких-то новых, ненужных, когда лидер жив. ну и вот тут изображается, что на каждый, на каждый запрос лидера тайм-аут, election-таймер, он сбрасывается на фолловерах. Ай, я просто, сорян, а, все нормально, связи. Вот, сейчас будет пример того, что происходит, если лидер остановился, ну, соответственно, вот фолловеры не получают от него ничего, у них течет таймер, ну и ноут-б становится лидером и запускает голосование, получает большинство в кластере, но большинство это, соответственно, он сам и ноут-си, вот, но становится лидером. Ну, и здесь изображается, что он пуляет запросами в ноут-эй, несмотря на то, что он ноут-эй не отвечает, но, как я говорил, тут все запросы иномпатентные, они все ретравятся до упора. Ну, опять же, в практических системах в какой-то момент можно решить, что какой-то узел там все умер и реже его начать пинать, не на каждый запрос входящий. Ну, вот эти, как бы, про гарантии, опять же, в принципе, протокол, он по построению в общем-то, все гарантирует, а в статье несколько лучше, ну, там, в общем-то, довольно все хорошо разжевано, то есть, если что-то где-то непонятно, то можно обратиться к статье, ну, ссылку, если чего, давайте, даже сразу, чтобы не забыть, ну, ссылка, она, тупая, raft, github, iyo, и там есть и на визуализацию на эту ссылочку, и на, опс, на визуализацию ссылочка и на статью там есть с этой страницы, там буквально наверху прям сразу, а, сейчас, да, на визуализацию чуть ниже на эту ссылку, но тут есть и своя визуализация, на самом деле, вот, на статью первая же ссылка идет, вот, да, дальше, дальше пример того, чего будет, если два узла становятся кандидатами одновременно, здесь такой интересный какой-то кластер на четыре узла, как-то немножко нестандартно, ну, наверное, для визуализации нормально. Вот, два узла одновременно начинают голосование, голосуют за себя и дальше, бум, получилось, получилось, сплит, сплитвоут такой получился, два проголосовали за Д, то есть Д и А, и, соответственно, за Б проголосовали Б и С, ну, вот. вот, и, соответственно, ну, как бы, election timer, так как он постоянно перезапускается, ну, будет, в какой-то момент начнется новое голосование и из-за рандомизации новое голосование имеет шансы ненулевые сойтись. Если оно не сойдется, то следующее имеет снова ненулевые шансы сойтись. и, ну, если там вероятность сойтись, она, допустим, даже если она константная, как бы, рано или поздно голосование сойдется. Ну, вот. А можно вопрос? Да. А вот эти вот hardbeat сообщения, они посылаются в процессе всей работы? Да, они посылаются всегда, вообще всегда, да. Они от лидера фолловеры посылаются всегда, а фолловеры по этим сообщениям понимают, что лидер все еще жив функционирует. Опять же, если в кластер идет нагрузка, то эти сообщения отдельно посылать не надо, просто на новые записи они сами по себе приходят. Если нагрузка прекращается, нужно периодически append entries с пустым списком новых записей отправлять. Вот. То есть реальная отправка hardbeat она нужна только если нет нагрузки или она очень низкая нагрузка. log replication. Тут сейчас что-то будет немножко еще какие-то детали про append entries. ну тут на самом деле повтор того, что уже было зачем-то. Повтор того, что клиент получает ответ про то, что запись успешно сделана, когда запись закомичена. да, ну вот тут чуть детальнее, что тут какой-то log более хитрый, команда с зависимостями по сути, то есть то, что о чем я говорил, это такие команды независимые абсолютно, которые в общем-то для если говорить про один ключ какой-нибудь в хеш-таблице, там важно знать последнюю, здесь вот зависимые команды. Вот. Да. У нас нет отдельного сообщения commit, у нас есть просто номер записи, до которой все закомичено, фолловера меняется, стоит, когда фолловер узнает, что у него, вот у него был лог там закомичен до какой-то записи и соответственно и дальше было сколько-то других записей и состояние его вот этой стейт-машины, если там моей там в моем примере можно сказать там хеш-таблицы у него состояние соответствует моменту времени, до которого лог закомичен. Если он узнал от лидера, что лог на самом деле закомичен вот досюда, он берет и все вот эти апдейты к хеш-таблице применяет. Вот. Ну это если это хеш-таблица, если это там lsm-база, ну соответственно к там получается к mem-table применяет изменения. Так. Вот здесь сейчас вот в этой визуализации еще и полезно вот тут пример Network Partition, когда там кластер разбивается на две кучки узлов, которые друг друга не видят. Вот. Сейчас, например, вот так, типа есть три узла C, D и E, которые друг друга видят, есть два узла B и A, которые тоже друг друга видят, и между собой эти две кучки узлов друг друга не видят. И допустим, у нас опять же проблема, если у нас клиент был один, который бы в одной из этих Network Partitions бы был, опять же, ничего бы интересного не было, вот если два клиента, один видит одну группу узлов, другую, другую, вот тогда получается довольно интересно. Соответственно, клиент, который видит меньшинство, группу, стоящего из меньшинства, он не сможет ничего закоммитить, в смысле, он не, потому что лидер, который был, кто тут, да, тут как получилось, тут получилось, что в меньшинство узлов там среди них есть старый лидер, вот, и старый лидер, он, соответственно, ничего, ну, на D, B ничего не может закоммитить, потому что не может доставить Append Entries до большинства, вот. Другая группа узлов большинства, она уже выбрана нового лидера, вот, соответственно, записи как бы от второго клиента, они успешно коммитятся. Вот, тут, тут какие-то, соответственно, в нижней части кластера незакоммиченная тройка записана, в верхней закоммиченная восьмерка во втором терме, и, опять же, визуализация, что происходит, если убрать Network Partition, узлы из меньшинства, они увидят более высокий терм, лидер, собственно, старый лидер на Db поймет, что она теперь должна стать фолловером, вот, и вот этот незакомиченный кусок лого с тройкой, он перезатрется записями с нового, актуального лидера. вот, примерно так. Старый лидер сначала становится фолловером, а потом, ну, логически сначала станет фолловером, потом получает append entries, и он видит в append entries, ему приезжает новый список записей и номер записи предыдущей с точки зрения лидера. Если у него есть вот эта предыдущая запись, он все просто не удаляет у себя и вот новые записи от нового лидера вставляет. Если у него этой записи предыдущей нету, он говорит тому, кто ему append entries прислал, что у меня этой записи нету. Моя последняя запись, там, закомиченная, например, это такая-то. И тот, ну, новый лидер ему присылает уже более полный набор записей. Так, пожалуйста, несколько записей, там протокол предусматривает возможность в append entries отправить несколько записей. Потому что я рисовал там список этих записей. Как раз вот досылается кусок лога, которого не хватает. Вот. Если совсем много записей не хватает, то, опять же, можно как-то отдельно обработать, отправляя там немножко в другом формате. Не в формате лога записи, а кусок, там, снапшот данных какой-то целиком. Добавить узел можно в виде неголосующем режиме. Вот примерно вот такой протокол. Статья, она такая, довольно средних размеров. Вот тут вот одна из страничек, она вот про два вот этих вида запросов и про состояние. Про состояние тут написано одной этой же страничке, каких узлов, что в состоянии их хранится. Вот. Ну и правила по обработке запросов. Опять же, то есть детали, если вам понадобится вспомнить детали, можно просто открывать статью в ней, все, в общем-то, понятно. Вот. Дальше там есть про то, насколько вообще вероятно событие того, что, событие, что голосование не сойдется, там, насколько оно быстро будет сходиться. Тут вот есть раздел implementation and evaluation, можно его посмотреть. Ну вот тут есть всякие там замеры, даунтаймов там и так далее. Вот. Так что, опять же, тут утверждается, что это все хорошо работает. Опять же, я не реализовывал сам, честно говоря. Вот. Но реализации RAFTA есть вагон готовых в статье, даже в этой статье, давайте сейчас посмотрю, блин, какого же. Ну, короче, по-моему, то ли 14-го, то ли 13-го года статья, там уже на тот момент написано, что есть 25 реализаций RAFTA на основе драфтов этой статьи. А сейчас их, скорее всего, вообще, их вообще какая-нибудь тьма тьмущая. Вон есть, etcd, реализация в etcd RAFTA. Ну, etcd, такая база известная, но в основном для управления кластером. Вот. И сначала вот эту всю штуку, ну, можно, короче, поверх вот протокола Концентуса строить систему, которая, ну, по сути, мета-данные в кластере хранит, как я уже говорил, то есть, типа, Zookeeper или etcd для, там, того, чтобы хранить именно не данные кластера, а состояние кластера можно использовать, а дальше какой-нибудь пасгресс. Ну, пасгресс, наверное, здесь не очень... Ну, чего-то другое использовать, какую-то, а другую базу какую-то более, может быть, там, производительную, чем там какой-нибудь etcd использовать для того, чтобы основной массив данных держать, а систему, реализующую RAFTA, используют для выборов уже лидера в какой-то, в каком-то, в каком-то другом, в какой-то другой базе, которая используется для хранения данных. То есть, по поводу пасгресса, там есть свои нюансы, есть некоторые сложности с тем, что там фейловер корректно реализовать, вот, а так вообще есть базы, которые прям поверх RAFTA могут, ну, реализуют, где репликация через RAFTA реализована и которые, ну, большие объемы данных спокойно могут обрабатывать какой-то, как ROGDB. Не, ну, они сингл-лидер, да, RAFTA работает через единственного, через одного лидера, то есть, все записи базы, которые используют RAFTA, и тоже получается сингл-лидер, потому что, ну, да, ну, ну, да, сингл-лидер, кто там, ну, ограничения на прайк, уже. Ну, да, сингл-лидер на полис, вот, да, по поводу реализации RAFTA, он их там, вообще какой-то тьма тьмущая, не знаю, насколько они все корректны, скорее всего, нет, самая популярная, наверное, корректна, да, вот, ну, опять же, RAFTA, когда разрабатывался RAFTA, основной алгоритм был для распределенного консенсуса, это Paxos, вот, и Paxos, он, во-первых, строится поверх, RAFTA изначально, в RAFTA, как бы, такая заложена практическая задача, когда у нас есть система, и она должна много подряд выполнить команд, а Paxos, он идет, вот, сначала, сначала там решается задача, как прийти к консенсусу по одной какой-то команде, а потом поверх этого строится, типа, мультипаксос для... который описывает, как для, ну, эффективно использовать Paxos для принятия набора решений друг за другом идущих, и там все существенно менее понятно, вот. И авторы же статьи про RAFTA пишут, что мы там, типа, год изучали, как работает Paxos, чтобы понять. Сделали свою реализацию, потом поняли и решили, что надо что-то попроще. Вот примерно такая история. Для систем, которые Multi-Leader и Leaderless есть алгоритмы похожие или нет? Для Leaderless, для Multi-Leader я просто не знаю, для Leaderless, по сути, вот у нас используется что-то типа, ну, в каком-то смысле Leaderless система для вот сетевого блочного устройства в облаке и там тот же самый ADB, вот. Но, насколько я понимаю, по факту они все равно, ну, как бы, по факту там алгоритм, он по-другому выглядит, но он эквивалентен, в общем, потому что, ну, все вот эти решения, проблемы распределенного консенсуса, они более-менее эквивалентны на другую руку. Вам интересно было бы это, потому что, ну, системы, которые Leaderless или Multi-Leader, они тут более производительные? Ну, смотря, как бы, опять же, вы не обязаны всю нагрузку пропускать через один набор реплик. У вас система может быть шардирована и если, ну, на большинство запросов они затрагивают только один шард, ну, пожалуйста, в рамках каждого шарда у вас рафт и все, запросы независимы, все зашибись. А когда запрос затрагивает несколько шардов, можно построить поверх, ну, какой-то, какой-то механизм распределенных транзакций. Если, все равно, если у вас распределенных транзакций будет много, ну, как бы, теоретически можно сделать, чтобы это быстро работало. Практически оно обычно работает все-таки не очень хорошо. То есть лучше стараться так, чтобы большинство запросов в системе затрагивало только, там, один шард. А в рамках шарда, пожалуйста, его, там, я не знаю, можно масштабировать количеством реплик по чтениям, ну, а по записям, вот, ну, если надо по записям масштабироваться, обычно количество шардов увеличивают. То есть на практике обычно приходится масштабировать по чтениям? Не, ну, я имею в виду, что если хочется, можно в рамках шарда, да. Потому что с чтением это какая проблема? С записями можно добавить систему дополнительных шардов, и записи сразу же новые отмасштабируются. Они сразу же распределятся по новым шардам. А чтение, если у вас что-то было уже записано в какое-то место, то тут как ни крутись, читать можно только оттуда. Вот, поэтому, ну, там, с чтениями, в общем, проблема несколько сложнее. То есть, например, записи, да, ну и записи вы просто размазываете как-то, там, не знаю, в зависимости, вот там, не знаю, как у вас там, по хэшу сделано, например. Если хэш-функция хорошая, они равномерно размазываются. С чтениями, какой-нибудь юзер, я не знаю, в какой системе, там, в каком, не знаю, твиттере, не знаю, видос какой-то залил, там, на YouTube. Он одинаково стал популярным, вот, и проблема. Вы не можете заранее понять, какой... Его начали все активно читать. Ну вот, но и тут придется количеством реплик, ну, увеличивать количество реплик. То есть, сингл-лидерсистема на практике нормально работает, нормально используется? Ну да, очень часто используется, если говорить, там, не знаю, про какой-нибудь Postgres, то прям, ну, это прям очень часто, что у вас, там, Postgres на трех узлах, там, трехногие, там, с одним, одна синхронная реплика, одна синхронная, там, и мастер, вот, вполне, да. Если говорить про, на самом деле, лидерлесс, я, ну, несколько занятий назад рассказывал про именно то, как, вот, в частности, сетевое блочное устройство у нас сделано. Вот, и могу еще раз рассказать, вот, каким образом там решаются похожие задачи. Вот, про распределенные транзакции поговорим в следующий раз или через раз. Вот. Давайте, тут, по поводу практики, такой прикол обнаружился, что я, оказывается, забыл там один файлик залить в репозитории, и, по сути, узнал, что кто-то смотрел на этот репозиторий только в тот момент, когда мне сказали про этот файлик. Вот, соответственно, кто-нибудь что-нибудь успел поделать? Ну, видимо, тот человек, который смотрел, он очень классный. Да, я вот понял, что это первый, первый, кто что-то... Ну, они очень классные, печально все сдавашки. Ладно, ну, в общем, хочется на самом деле все-таки... Сейчас у нас что там, середина ноября? Хочется до конца ноября первую часть задачки сделать, а то мы просто не успеем сделать, ну, перейти к шагу, когда у нас в качестве значения не просто int-ы какие-то, а какие-то там большие объемы данных. Вот. Хочется все-таки успеть сделать вот такой хэш-бэйст key-value storage. Ну, может даже, ну, не знаю, в идеале-то, конечно, и компакшн к нему прикрутить, компакшн лого. Там компакшн, по сути, это значит, ну, сводится к тому, что вы, там, начинаете писать лог в другой файл, а предыдущий файл, по сути, читаете, выкидываете из них... Ну, читаете все записи, которые актуальны, которые не были перезаписаны, позже вы аппендите в новый лог-файл, все старые выкидываете, вот. Ну, то есть, в целом, кажется, не особо, там, проблематично это реализовать. Вот. Без компакшн вообще, кажется, вторая итерация будет не очень сложная. То есть, еще раз, словно, мы на блог на самом деле не аппендим, у нас блог такой файлик фиксированного размера, и мы какое-то место пишем там, условно, по хэшу. Нет, 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 блог аппендите, он именно лог, он из-за этого и лог. То есть, сейчас, смотрите, первый шаг, первый шаг, хэш-табличка, где в значении у вас int, тут никакого лога может не быть. Вы просто пишите по месту, если это там open-and-dressing хэш-таблица, пишите прямо туда, куда надо. Второй шаг, когда мы переходим от string-int хэш-таблички к, ну, от string-int хранилища к там, string-string, где вот value может быть большим, вы начинаете как раз-таки пары, вот эти string-string, писать в лог, все время в конец. В хэш-табличке, которая была на первом шаге реализована, вы пишете в нее ключ и пишете в нее offset в логе, где у вас очередная пара ключ-значения лежит. Так, у нас есть логи, это понятно, а вот это мы просто пишем, а просто в первой домашке у нас основная... Первой домашке нет лога, да. Ну, глупо говоря, да, табличку. Да, да, в первой задаче, в первом шаге, да, на первом шаге все правильно, никакого лога нет, просто писать табличку на диск. На втором шаге появляется, вот у вас есть табличка на первом шаге, табличка в ней, да, в ней все записи фиксированного размера. Здесь у нас, мы договорились, по-моему, что там, я не помню, да, 128 байт, здесь у нас там, ну, 8 байт offset в файле, и здесь лог, а в логе, и как раз, ну, изначально хэш-табличка, вот в ней записи фиксированного размера, а потом запись могут быть произвольного размера, 128, ну, ключ 128, как было, а значение там, ну, сколько угодно. Ну, как-то можно ограничить, там, не знаю, несколькими мегабайтами, например, там, я не знаю, до 4 мегабайт, вот, и вот эти фигни вы пишете, вот это ключ, это значение, в эти фигни вы пишете в лог, тут, там, я не знаю, да, все ключи одинаковые, значения разные тут, ключ тут, тут value, и тут k1, k2, k3, и тут у вас будет написано k1, и здесь будет написано, например, 0, здесь, например, там, я не знаю, 2 мегабайта, здесь, например, написано, здесь, например, 3 мегабайта, вот, здесь написано, здесь написано буквально, буквально следующее, 2, k3, 3 мегабайта, вот, но, ну, понятное дело, что это будет open addressing хэш-таблицы, там все будет лежать там не по порядку, а как-то, короче, там, я не знаю, тут будет k1, тут будет k2, тут где-то будет k3, ну, как-то, короче, распределиться по хэшу. А, ну, получается, тут тоже будет, ну, что-то похожее на компакшн, потому что, ну, у нас же, когда, допустим, у нас, мы же в памяти, там, когда хранить кусок, мы же какой-то фиксированного размера кусок поделяем, а когда мы, там, будем вырезать за размеры... А, я предлагаю, я предлагаю сделать просто, вот, мы, ну, я не помню, формулировал или нет, ну, короче, сказать, что у нас хранит наш storage не более скольки-то записей, и сразу выделить место под размер хэш-таблицы под нужное количество записей. Может, я на словах проговорил, ну, короче, без rehash, rehash не предполагаем тут, что, ну, ну, короче, изначально говорим, что у нас база, вот, она должна смочь сохранить, там, столько-то записей, вот, Вот, и под индекс выделяем, вот... Нет, такого в итоге еще не было, то есть, я не помню, формулировки не было, тут было про ключи, было количество... Хорошо, хорошо, давайте так, это детали реализации, задача стояла в том, чтобы сохранить определенное количество ключей, вот, место под хэш-табличку можно выделить, можно выделить в ней столько бакетов, сколько, вот, точно хватит, чтобы не нужно было делать rehash. Если, допустим, я не знаю, задача стоит, например, сохранить миллион пар ключ int, в данном случае, ну, выделите 2 миллиона бакетов, например, выделите, если... Ну, 10 миллионов, там, жирно, наверное, но... Сейчас, ну, 10 миллионов на 128, ну, это много, полтора миллиона... 10 миллионов дофига, да, давайте, смотрите, давайте сейчас... Нет, там написано, что вы должны пережить 10 миллионов запросов на запись на чтение. 10 миллионов запросов на запись, 10 миллионов на чтение по... Это по разным ключам или по одинаковым? Сейчас, я там... Не помню, что я хотел... Сейчас, давайте вспомним. 4 гига по памяти, а, подожди, по оперативной или по физической? Ну, по оперативной памяти, это рам. Окей, по диску, конечно. Сейчас, я... Это уже давно было, я не помню, какие там требования... А, вот, 4 гига по памяти, вот, я написал, да. По диску, как бы, ну, сколько, сколько надо. На самом деле, опять же, вы же... Не обязаны всю эту хэш таблицу в памяти держать. Ну, можно обращаться каждый раз к риску. Как это получится, типа, в реальность. Что? В реальность это получится вообще. Почему? Хэш таблицу в памяти? Ну, а почему? Здесь же вам нужно не весь датасет держать в памяти, а только индекс, только ключи. Если множество ключей, вполне может помещаться. Более того, есть in-memory база данных. Ну, базы, которые называются in-memory, они на самом деле хранят состояние на диске. То есть они, в случае там рестарта, они не потеряют данные. Но суть заключается в том, что весь датасет также держится в памяти, и на чтение они отвечают из памяти, и на диске могут в каком-то более там компактном, эффективном виде данные хранить. То есть есть всякие там MemeSQL, например, SQLite, они же хранят весь датасет, они же держат его в памяти. Вот. И вполне, это от задачи зависит. Ну, как, сейчас вот на серверах вполне там нормальная ситуация, когда 512 гигов памяти, 768 там, или терабайт памяти вообще. Оперативный, да. То есть вполне... А диски там SSD, ну, они больше, но они, в общем-то, сравнимы. То есть может быть терабайт памяти, например, и натыкано, например, там 4 диска по 3,2 терабайта, например, SSD. Ну, наверное, я просто говорю про примеры, с которыми сталкивался, что, например, сервер, 4 диска по 3,2, например. Ну, я имею в виду, что это уже объемы такие, как бы сравнимые, они там не в тысячу раз отличаются. Объем памяти и дисковое место. Нет, если про крутящиеся диски говорить, то там, да. Не, я в том, что... Ну, да. Такс, ладно, давайте что-нибудь все-таки сделайте по домашке. Потому что мне же еще нужно там посмотреть, что вы сделали. Мне сейчас стало просто сильно понятнее, потому что... Хорошо. Два шага. Первая табличка, вот эта табличка без лога. Вторая, меняем протокол, что значение теперь не int, а строчки произвольного размера. И добавляем вот этот лог. Да. Так, ну ладно. Давайте тогда расходиться на сегодня. Спасибо. 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 Спасибо.